Китай начал теснить господство доллара. В Китае начались торги нефтяным фьючерсом в юанях. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает ТАСС. Торги запущены на Шанхайской международной энергетической бирже дочерней компании Шанхайской фьючерсной биржи. Объем контракта составляет 1000 баррелей. Минимальный шаг цены 0,1 юаня за баррель. Нефть будет поставляться из Амана, Катара, Емена, Ирака и Восточного Китая. Торги в первый день открылись с ценой в 440 юаней, около 69-8 доллара, за баррель нефти. Участие в них приняли свыше 400 китайских и иностранных клиентов. Блаумберг в феврале писала, что иностранные инвесторы впервые получат доступ к сырьевому рынку КНР. И если они примут фьючерсы в юанях ориентиром рынка, это пошатнет ведущие позиции доллара в нефтяной торговле. Кроме того, Китай крупнейший мировой импортер нефти. Собственный фьючерс нужен стране для контроля за ценообразованием на углеводороды. В 1993 году Китай уже запускал торговлю нефтяными контрактами в юанях, но закрыл ее через год из-за высокой волатильности. Китай покупает за рубежом около 70% потребляемой нефти. В 2017 году Пекин импортировал 420 миллионов тонн нефти. В 14.35 МСК июньский фьючерс на нефть бренд на лондонской бирже ИЦИ стоил 69,79 доллара за баррель минус 0,03% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Цена американской смеси в ТИ снизилась на 0,2% до 65,75 доллара за баррель. В 2016 году на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже были запущены торги экспортным фьючерсом на нефть Уралс. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.